Добрый вечер, уважаемые коллеги. Разрешите в первую очередь поблагодарить организаторов форума, в первую очередь Ирину Александровну, за возможность предоставить результаты Ростовского научно-исследовательско-онкологического института. Одной из проблем с современной гастроэнтерологией является рост заболеваемости раком толстой кишки. В России колоректальный рак входит в первую десятку как по заболеваемости, так и по смертности среди мужского и женского населения. На сегодняшний день интенсивно изучаются клетки иммунной системы, инфильтрирующие опухоль. Практически каждая популяция иммунокомпетентных клеток содержит либо клоны клеток, либо отдельные клетки, которые способствуют росту опухоли. Кроме того, и сама опухоль оказывает иммуносупрессивное воздействие посредством выработки цитокинов, химокимов, ростовых факторов. Это имеет и паракринный, так и аутокринный механизм. Иммунная система желудочно-кишечного тракта сложная и разнообразна. Она состоит из структурированной и диффузной составляющей. В первые уходят пировые бляшки, солитарные фолликулы, аппендикс. Там происходит распознавание антигена и формирование антигенспецифических лимфоцитов. Диффузная зона состоит из слизистого эпителиального слоя и подслизистого слоя ламинопроплия. Там происходят эффекторные функции, то есть выработка иммуноглобулинов B-лимфоцитами, цитокинов моноцитами, макрофагами и лимфоцитами. Механизмы возникновения колоректального рака различны. Существуют как экзогенные, так и эндогенные. К первым относятся калорийная пища, курение, алкоголь. К эндогенным факторам можно отнести метаболический синдром, ожирение. К факторам возникновения рака толстой кишки относятся и наследственные факторы, в том числе семейная предрасположенность. Возникновение злокачественного роста прежде всего зависит от исходного состояния органа и фоновых заболеваний, которые предшествуют этому процессу. Различные клеточные механизмы воспаления индуцируют канцерогенез толстой кишки. Внешние и внутренние факторы могут создавать воспалительную среду кишечники, что вызывает повреждения ДНК и приводит к генетическим изменениям. Различные милоидные клетки, Т-лифоциты накапливаются в участках воспаления и создают микроокружение, которое способствует эпителиальной пролиферации и нарушает апоптоз из-за диспаланса про- и антитормогенных факторов. Также продукция провоспалительных цитокинов и химокинов генерирует нишу, которая обеспечивает появление и рост опухолеобразующих клеток. Все вышесказано сподвигло нас провести исследование 200 больных с различными заболеваниями толстой кишки. В исследование были включены пациенты с местно распространенным раком толстой кишки, раком толстой кишки с метастазами в печени. В качестве групп сравнения мы взяли пациентов с доброкачественными заболеваниями, в частности с аденоматозным полипозом и поверхностным хроническим колитом. Больные, у которых рак толстой кишки развился из предшествующих полипов язвенного колита и болезней крона, в исследование не были включены. То есть это были спорадические раки. Материалом исследования послужила ткань опухоли, перитуморальная зона на расстоянии 1-3 см и линия резеция на расстоянии 70 см, взятых во время оперативных вмешательств по поводу рака толстой кишки. При аденоматозных полипах исследовали полип, а также зоны на расстоянии 1-3 и 7-10 см от неоплазмы. При поверхностных хронических колитах исследовали слизистую оболочку толстой кишки. Комплекс проведенных иммунологических исследований представлен на слайде. Результаты локального клеточного иммунитета показали практически однонаправленные изменения, что при местно распространенном раке толстой кишки, что при генерализованном. То есть снижено количество эффекторных CD3-CD8 цитотоксических лимфоцитов, B-клеток, а также лимфоцитов с рецепторами гамма-дельта. Однако при генерализованном процессе отмечен высокий уровень в аденокарциноме натуральных киллеров. Перитуморально зона характеризовалась практически теми же однонаправленные изменения, то есть снижены цитотоксические клетки CD8 и Т-лимфоциты с рецепторами гамма-дельта. Однако в аденокарциноме мы отметили нарастание Т-хелперно-эдукторных лимфоцитов и Т-лимфоцитов с рецепторами альфа-бета. Аденоматозные полипы характеризовались практически однонаправленные изменения, что и раки, но менее выражены. Однако при аденоматозных полипах снижено было количество натуральных киллеров в аденоме, а в микроокружении, наоборот, их количество было значительным. Патогенетически значимым нам представлялось интересным рассмотреть локальный иммунный статус не только в опухоли и в её микроокружении, но и в отдалённых участках. Так, при поверхностных хронических колитах отмечено накопление натуральных киллеров, а при генерализованных, при раке в частности, Б-лимфоцитов. Интересно отметить соотношение Т-лимфоцитов с рецепторами альфа-бета и гамма-дельта. При поверхностных хронических колитах их количество было одинаково слизистой толстой кишки, а при раках количество Т-лимфоцитов с рецепторами гамма-дельта было наиболее низким, особенно при генерализованном процессе, а альфа-бета – высоким. Хотя в локальном иммунном статусе содержание этих клеток должно быть значительно, практически 50% лимфоцитов эпителия кишечника содержат рецепторы гамма-дельта, так как они участвуют в сохранности эпителия. Исследование периферической крови показало, что при раке толстой кишки нарушены основные звенья адаптивного клеточного иммунитета. Мы прекрасно понимаем, что количество – это не есть качество, поэтому значительное содержание тех или иных субпопуляций лимфоцитов в слизистой толстой кишке не говорит о их функциональной активности. И по уровню экспрессии рецепторов мы относительно характеризовали функциональную активность этих субпопуляций. Так, при раках отмечена сниженная экспрессия рецепторов цитотоксических клеток и Б-лимфоцитов, так же, как и было низкое их количество воды на карциноме. И в то же время и натуральных киллеров, хотя содержание их было при генерализованном процессе воды на карциноме значительное. Полипы зоны не отличались между собой по экспрессию рецепторов лимфоцитов, а при поверхностных хронических колитах отмечены сниженные экспрессии тихолперно-индукторных лимфоцитов, Б-клеток, но, однако, повышено натуральных киллеров. Таким образом, аденокарцинома толстой кишки формируется в условиях локального угнетения эффекторных звеньев специфического иммунитета на фоне стимуляции клетков врожденной и адаптивной иммунной системы. Но мы предполагаем, и сейчас проводятся дальнейшие исследования накопления тихолперно-индукторных клеток в аденокарциноме как раз связаны с CD4-25, FOX-P3, Т-регуляторными клетками, содержание которых в толстой кишке значительно, так как они отвечают за толерантность к пищевым антигинам. То есть в норме их содержание должно быть наибольшее по сравнению с другими популяциями. Развитие тубулярной аденомы толстой кишки происходит на фоне местного нарушения НК и Б-клеточной звеньям иммунной системы, так же как и при раке стимуляции теллимфоцитов с рецепторами альфа-бета и хелперно-индукторных клеток. Микроокружение аденокарциномы не осуществляет барьерную противопухолевую защиту вследствие угнетения цитотоксических звеньев адаптивной иммунной системы, а Б-лимфоциты, вероятно, являются сдерживающим фактором прогрессии опухоли. При поверхностных хронических колитах локальная иммунная защита осуществляется посредством клеток врожденного иммунитета, в частности НК и теллимфоцитов с рецепторами гамма-дельта. Все вышесказанное сподвигло нас не только принести некоторые знания фундаментальной онкоиммунологии, но и найти какой-то практический выход наших исследований. На основании многофакторного анализа, в частности множественной регрессии и рок-анализа, мы выявили наиболее значенные показатели в локальном иммунном статусе в периферической крови. Это были Т-лимфоциты с рецепторами альфа-бета в крови, хелперно-индукторные, цитотоксические и Б-лимфоциты в перитоморальной зоне, и также Б-клетки в опухолевой ткани. На основании этих данных была рассчитана формула величина вероятности метастазирования местно распространенного рака толстой кишки. Мы проверили свои данные путем ретроспективного анализа наших больных, у которых в течение двух лет возникли метастазы и в течение которых им в течение двух лет не было метастазов. На основании нашего расчета величина вероятности равна или больше 0,5 в 70% случаев подтвердила у пациентов, у которых в течение двух лет возникли метастазы. Был получен патент на изобретение. Как известно, цитокины являются маркерами воспаления и функциональной активности клеток. Локальный цитокиновый статус показал, что практически все провоспалительные цитокины в АДН-карциноме, не в зависимости от распространенности процесса, были наиболее значительны. Микроокружение также АДН-карцинома характеризовалось нарастанием интерлекина-6, интерлекина-8. При аденоматозных полипах наиболее выражено было увеличение фактора некроза опухоли и рецепторного антагониста интерлекина-альфа. Микроокружение характеризовалось сниженным количеством интерлекина-2 и интерлекина-6. Также интересно было сравнить и условно-здоровые зоны. И у нас подтвердилась концепция канцерогенеза нарастания провоспалительных цитокинов от колитов к раку. Однако при поверхностных хронических колитах отмечено было высокое содержание провоспалительных таких как цитокинов интерлекин-8 и 10, в том числе интерлекина-2. Существует тесная взаимосвязь между факторами воспаления, ангиогенезом и иммунорегуляцией. Нам было интересно посмотреть и локальный статус факторов роста при раке и полипах толстой кишки. Как видно на слайде, практически во всех случаях исследуемые факторы роста, в частности фактор роста эндотелесосудов, его активная форма эпидермального фактора роста была значитана в ткани аденокарцинома по сравнению с зоной перитуморальной и линией резекции. Также высок был уровень трансформирующего фактора роста и инсулиноподобных факторов роста в ткани аденокарцинома. При полипах отмечено лишь нарастание трансформирующего фактора роста и рецептора фактора роста эндотелесосудов. У нас были найдены некоторые находки, не только в зависимости от распространенности злокачественного процесса, но и в различных отделах толстой кишки были найдены изменения. Так, при раке прямой кишки отмечен высокий уровень ВИДЖФА и инсулиноподобного фактора первого типа. В опухоли сигмовидной кишки отмечен высокий уровень инсулиноподобного первого-второго типа в перитуморальной зоне и ВИДЖФА также в перитуморальной зоне. Найдены некоторые гендерные отличия. Так как в исследование были включены пациенты мужского и женского пола, средний возраст которых составил 61 год, у мужчин в раке прямой кишки и в ободочной отмечен высокий уровень инсулиноподобных факторов второго типа, а у женщин ВИДЖФА активные формы и трансформирующего фактора роста. Таким образом аденокарцинома характеризовалась прогрессией практически всех изученных факторов роста. И на основании наших фундаментальных исследований был разработан способ прогнозирования метастаза в печени при раке прямой кишки. Коэффициент соотношения ВИДЖФА к ВИДЖФР опухолевой ткани по сравнению с интактной в более 18 раз прогнозирует метастаза в течение трех месяцев. Был получен патент на изобретение. Таким образом, развитие злокачественного процесса при раке толстой кишки во многом определяется взаимовлиянием пула опухолевых иммунокомпетентных клеток, продуктов их активности, цитокинов, а также активации звеньев факторов роста и неоангиогенеза. Локальные иммунологические, морфологические и молекулярные нарушения при неопластических тканях толстой кишки предопределяют патогенетическую инициацию рака толстой кишки, а микроокружение неоплазмы по иммунологическим параметрам является опухолевым полем, способствующим дальнейшему прогрессированию аденокарциномы толстой кишки, а при аденоматозных полипах определяет либо его злокачественную трансформацию, либо слушает буферной зоной. Фундаментальная онкоиммунология широко шагнула вперед, и не всегда фундаментальное исследование быстро внедряется в клиническую практику. Однако наряду с системой ТНМ уже зарубежные исследователи используют определение тумора инфильтрирующих интроэпителиальных CD8, а также НКТ клеток, что положительно коррелирует с лучшей выживаемостью больных раком толстой кишки. Однако напротив, содержание Т-регуляторных клеток является плохим прогрессическим показателем у этой категории пациентов. На сегодняшний день иммунотерапия является дифференцированной и персонифицированной, и при раке толстой кишки уже за рубежом используют Т-клетки с рецепторами гамма-дельта в качестве инструмента иммунотерапии рака толстой кишки, также атеологичные эндендритные клетки, не только за рубежом, и у нас стилтерапию, ну и, конечно же, моноконарные дела. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста. Спасибо за интересный доклад, уважаемая Елена Алексеевна. У меня вопрос, связанный с работами других ученых, французов, один из них Жером Гален, который в своих статьях все это называют как иммуно-скор, прикол ректальном раке, это инфильтрация опухоли именно компетентными клетками, их соотношение, исходя из этого, он делает прогноз, предиктор, предсказывает судьбу пациента. То есть не так важно по его работам ТНМ-классификация, как настолько важно инфильтрация опухоли. Насколько Вы брали этого на пример, и какие различия Вашей работы и в его работе, параллели и Ваши комментарии? Спасибо. Ну, мы, спасибо за вопрос, мы не проводили корреляцию по поводу ТНМ, у нас было, в общем-то, у всех умеренно дифференцированная аденокарцинома, это был местно распространенный процесс и генерализованный, и такую прямую корреляцию как зарубежный автор мы не проводили, и данные, которые у нами представлены, это, конечно же, основаны больше на фундаментальных наших исследованиях, только лишь вот величина вероятности метастазирования местно распространенного рака толстой кишки показала некоторые вот прогностические нам факторы в течение двух лет возникновения метастазов при раке толстой кишки, местно распространенного процесса. Еще. А скажите, пожалуйста, вы учитывали роль эффекторов воспаления, в частности, нейтрофилов, которые тоже могут экспрессировать CD16, в частности, и судя по тому, что высокий уровень интерлегина-8, они там есть, но это и не редкость, воспалительный инфидентрат, который, как известно, играет проонкологическую роль, и есть ли у вас морфологический контроль тех фенотипических характеристик, тех эффекторов иммунитета, о которых вы говорите? Мы не учитывали нейтрофил, мы не смотрели, мы проводили иммуногистохимическое исследование этих же субпопуляций, то есть экспрессию рецепторов. Мало того, что мы смотрели еще CD68, просто не представлено в данном докладе, и гистиоцитов CD5, и накопление их опухоли было значительно при аденокарциноме. И мы прекрасно понимаем, что не только иммунокомпетентные клетки продуцируют цитокин и воспаление, но и сама опухоль, а также и эпители не являются иммунологически посильными, то есть эпителиальные клетки продуцируют те же интерлегин-8 и 6. В данном случае нейтрофильный мы не смотрели. У меня есть маленький вопрос, если позволите. Вы говорили о снижении количества гамма-дельта Т-рецепторных лимфоцитов при разных формах рака. Какую роль вообще этим лимфоцитам придают в противоопухолевой защите, и почему, по вашему мнению, их число падает у раковых больных? Мы считаем, что это как раз нарушение дисбаланса между Т-лимфоцитами гамма-дельта. Туда входит в основном популяция цитотоксических CD8 лимфоцитов и содержание их в эпители. Эпители толстой кишки где-то более чем 50%. Они ответственны за сохранность эпители толстой кишки, поэтому при злокачественном процессе, конечно, под воздействием различных факторов и роста цитотокина нарушается их дисбаланс происходит и снижается накопление. То есть они снижаются, и функциональная активность, мы полагаем, их тоже. То есть это какой-то статистический процесс их снижения? Это не то, что вот есть некая задача убрать их, потому что они там… Возможно, есть и некая задача, потому что вот в конце я показала, что уже зарубежные авторы используют именно эти Т-клетки гамма-дельта в иммунотерапии рака толстой кишки, и это связано с хорошим прогнозом в дальнейшем. Спасибо.